Антивещество или антиматерия известна как самая дорогая субстанция на Земле. Но что же она собой представляет и зачем вообще она нужна человечеству? Физически и химически антиматерия ничем не отличается от материи. Собственно, это та же материя, только вывернутая наизнанку и ее зеркальное отражение. Антиматерию в будущем теоретически можно использовать в качестве топлива для космических кораблей к другим планетам. Проблема в том, что для его производства требуется невероятно дорогие технологии, и чтобы создать всего один грамм, всему миру пришлось бы работать целый год. Подсчитано, что при взаимодействии одного грамма антивещества и одного грамма вещества выделится энергия, эквивалентная взрыву сразу трех атомных бомб в Хиросиме. Эффективность атомной бомбы, несмотря на всю ее жуткую мощь, составляет около 1%. В энергию переходит лишь крохотная часть массы урана. А вот бомба из антиматерии, не дай бог такую создать, превращала бы в энергию 100% своей массы, и потому была бы гораздо более эффективной, чем атомная бомба. Пока что физики научились создавать небольшие порции антивещества для изучения при помощи мощных ускорителей. Антивещество впервые было получено в 1955 году на ускорителе частиц университета Калифорнии в Беркли. Тогда ученые получили антипротон, который, как и ожидалось, оказался полностью идентичен протону, за исключением того, что заряжен отрицательно. Это означает, что теоретически возможно существование всех антиэлементов, антилюдей, антиземель и даже антивселенных. Обращаться с антивеществом чрезвычайно сложно, ведь любой контакт вещества и антивещества порождает взрыв. Поместить антивещество в обычный контейнер в насильно самоубийству, как только оно соприкоснется со стенками, произойдет взрыв. Единственный способ предварительно ионизировать антивещество, превратив его в ионный газ, а затем надежно запереть в магнитную бутылку, где магнитное поле не даст ему соприкоснуться со стенками. Хотя антивещество продолжает оставаться самой дорогостоящей субстанцией на Земле, его цена год от года резко падает. Ученые в 1999 году оценили, что 1 грамм антиводорода стоил бы 62,5 трлн долларов. Сейчас 1 грамм стоит наверняка дешевле. Двигатель на антивеществе весьма эффективно бы превращал материю в энергию, поэтому теоретически это самый соблазнительный тип двигателя для звездолетов будущего. Американский физик Джеральд Смит считает, что всего лишь 4 мг позитронов будет достаточно, чтобы доставить корабль с соответствующим двигателем на Марс всего за несколько недель. Смит отмечает, что антивещество способно высвободить примерно в миллиарды раз больше энергии, чем обычное ракетное топливо. И когда-нибудь, когда дальнейшие технические усовершенствования и массовое производство помогут снизить его стоимость еще сильнее, ракеты на антивеществе станут рабочими лошадками межпланетного, а возможно и межзвездного сообщения, если, конечно, люди будущего не взорвут себя раньше какой-нибудь антибомбой. Спасибо, что поставили лайк и подписались на наш канал. Также не забывайте подписаться на нас в контакте, ссылка в описании.